И к слову о правительственных реформах, точнее новом пенсионном налоге для работающих пенсионеров, кто стал его заложником и почему? Подробнее Елена Митясова. Я получаю СМС-ку на телефон. У меня телефон выпал из рук. Я не могла прийти в себя, я не могу понять, что это такое, что за пенсия. Одним махом минус 1100 гривен из семейного бюджета. 500 с нее и 600 с работающего супруга-пенсионера, говорит Инна Сарыльская. Она уже два года, как на законном отдыхе. Частное предприятие закрыла, налоги все уплатила. Мы начали звонить в пенсионный фонд, но ведь там же сидят не люди. Идите, добывайте справки и бросают трубки. Я хочу, чтобы Яценюк вот сел на мое место и прожил на 3000 в месяц со всей своей большой семьей. Потоньше кошелек стал в этом месяце и у семьи Мудрых. У неработающего Евгения Петровича тоже сняли 15%. Пенсия их единственный доход. От детей помощи нет, говорят, еле сводят концы с концами. Если бы моя пенсия зараз перевищивала минимально в 3-4 разы, то мне не нужно даже пельги. В Союзе ветеранов одного из районов Киева уже неделю принимают жалобы от пенсионеров. Под одну гребенку с работающими, говорят, здесь попали многие, даже те, у кого самый минимум. А кому это нравится? Заработана, так сказать, потом и кровью эта пенсия. И не у каждого уже очень большая. Как же так получилось? Ошибка это или подводные камни нового законодательства? В пенсионном фонде все объяснили техническими неполадками. Выплаты произвели по старым данным. По всех этих людях, яких, еще раз подкреслюсь, технических причин было неверно отримано, обмежено выплату пенсии, уже в травне будет повернута належная им сумма пенсии, которую они не отримали в квитне. Доводить, сколько там людина не работает, не нужно. А вот политологи, несуразицы с пенсиями, увидели другой подтекст. Для руководства правительства пенсионеры это такой себе отработанный материал, это материал для сомнительных социальных экспериментов. По подсчетам пенсионного фонда, пострадавших пенсионеров около 20 тысяч и большинство киевляне. Елена Митясова, Иван Ермаков, Сергей Коваль. Подробности в телеканал Интер.